Голосование в ООН устраивали и 122 страны проголосовали за положение, при котором Россия агрессор. Вот, как думаете, почему сейчас так много врагов в России образовалось, так много? Ну, честно говоря, корректный ответ я не смогу на это выдать. Ну, честно говоря, корректный ответ я не смогу на это выдать. Я думаю, потому что Россия очень богата ресурсами и все хотят ее заплатить, потому что это очень экономически выгодная страна. Что еще сказать? Ну, не знаю. Просто у них такой может быть менталитет и все. Я не слышал об этом голосовании, не считая Россией агрессором, поддерживать нашу страну. Я боюсь неправильно ответить, наверное, из-за того, что у нас живется все лучше и лучше. Навсегда не любили всю историю. Ну, и такое большое количество стран, 122 шкури. Разве это много? Мне кажется, нас больше. Гораздо больше. Больше союзников? Думаю, конечно. Просто еще не все решаются действовать так, как мы. Более решительные. А потом у нас, в общем-то, и выбора нет. Или мы, или нас. Ну, я думаю, что все разно. Мы победим, это точно. Это 100%. Ну, слушай, только сегодня с утра, кстати, с коллегами на работе это обсуждали. Блин, пришли к такому мнению, то, что многие в курсе, что, ну, или как бы думают, что вообще миром в целом правит какая-то глобалистическая военнопольная элита. Возможно, американская. Ну, возможно, не будем отрицать. Вот. А Россия просто не подается их политике, их тактике ведения вообще власти. И, скорее всего, просто Россия выступает, блин, ну, мы не сторонники их ведения политической деятельности. И мы до сих пор не подвергаемся, не хотим идти у них на поводу. Скорее всего, большинство стран с этим не согласны, потому что они на поводу как раз-таки едут. У всех свои экономические интересы. Естественно, страна, у которой есть большие ресурсы и возможности, и большие территории, с учетом того, что у остальных стран не такие возможности, естественно, они хотят получить какой-то перераздел мира. Вот и все. Даже вот Китай и Казахстан, которые, казалось бы, все время для нас дружественные были. Когда они были для нас дружественными? Я не помню таких прецедентов, чтобы какая-то вообще страна была дружественна с нами. У нас только армия, флот, все. Китай ведь пытается для себя, как любая другая страна. Как и мы тоже самое стараемся для себя. Но мы более открыты. Почему? Потому что мы не претендуем на власть в других странах. Мы хотим, чтобы наша дорога шла хорошо. И стараемся, чтобы другие страны следовали нам нашей политике. Как думаете, почему все против нас оплатились так? Потому что 122 страны. По понятным причинам. Ну, мы ворвались на территорию другой страны. Ну, у нас ведь считается то, что это правильные действия. Ну, я думаю, что так считает не вся страна. Далеко не вся страна. Скорее всего, поколение гораздо старше нас. А молодежь понимает всю ситуацию, что происходит в мире. И очень сожалеем об этом. Мы вряд ли гордимся своей страной. Я считаю, что это довольно-таки честное заявление. Так как у меня много друзей и родственников из Украины. Мы пытаемся как-то обвинить Украину в том, что они бомбили 8 лет. Но мы сами никаких действий не предпринимали эти 8 лет. Как-то странно это звучит. Они не настроены против России. Они настроены за здравый смысл. Сложно говорить. То, что могут увидеть все. Да, но нет. Они не настроены против нас. Они настроены за здравый смысл. Ну, вот. Мне, наверное, нечего сказать больше. Ну, как-то, знаете, причины на поверхности, они максимально очевидны. Даже можно не отвечать. Потому что мы ведем себя очень хорошо. Потому что мы, правда, агрессоры. Это плохо. То, что мы делаем. Я не поддерживаю. Нападать на чужую страну, наверное, это не очень хорошо. С точки зрения морали, да и не только. Законности. Вот. И в целом это очень сильно ударило, мне кажется, и по психологическому состоянию населения в данный момент. И у меня появилась тревожность у многих моих друзей. И мне кажется, да, я с этим согласна. Потому что мы сейчас сидим спокойно так, слушаем песенки тут, фонтаны. А где-то там как бы умирают люди. Я недавно видела как раз-таки, боже, какой последний город, который бомбили. Ну, в общем, очень много кадров было. Там прям с квартир было. И я думаю, блин, я сижу тут в квартире в Москве и смотрю, как, типа, людей громят. Ну, это очень странно. Иногда ты даже выходишь на улицу, смотришь на людей вокруг и думаешь, вы же понимаете, что этот город, да, но тут где-то есть человек, который играет чуть-чуть в сторону. Это странно. В наше время довольно-таки сложно высказываться открыто. Наверное, тем, что Россия в той глаз на территорию другой страны под предлогом помощи части русских, которые находятся не на территории России. Целесообразно ли было это делать? Сложно сказать. Ну, наверное, этим обоснованно. Ну, я не знал про Казахстан сейчас, но мне казалось, что они на нашей стороне. Казахстане, Россия? Да. Ну, я думаю, типа, это больше относится к Путину, чем к России. Ну, короче, к властям. Вот. Люди-то ни при чём, ну, я при чём. Я не спонсирую ничего, это не одобряю, а вот сделать с этим ничего не могу. Вот. Если что-то сделаю, пойду в автозак. Я заберу сразу. Как думаете, когда ситуация поменялась? Ну, если так... Ну, мой ответ будет жёстким. Я думаю, когда Путин... Ну, как бы... Когда его не настанут последние в своей жизни. Ну, я с этим отказался. Понимаете? Ну, я подожди...